Привет, красотка! Ну что, соскучились по моим бьюти-видосикам? Я думаю, что да. Последние видео на моем канале были довольно-таки нетипичные для меня, но тем не менее вы их приняли очень тепло. Спасибо вам большое. Я поняла, что я могу немножечко выходить за рамки бьюти и просто даже иногда с вами болтать, снимать влоги, и вам это интересно. Я, наконец-то, оформила в новой квартире фон. Можно назвать это фоном. Я не всегда буду снимать на этом фоне, но, в принципе, мне он нравится. Напишите обязательно, как вам. И сегодня у нас максимально бьюти-видео. Я для вас подготовила подборочку из новых бьюти-лайфхаков. И не забывайте смотреть его до конца, потому что в конце видео конкурс. И успевайте в них участвовать, потому что скоро я, наверное, буду сворачивать это дело. Будет небольшой передых от конкурсов. Передых отдых. Так что пока есть такая возможность, успевайте. Первый лайфхак будет полезен тем, кто до сих пор не понял прелести контуринга и не понимает, куда именно нужно наносить контурирующее средство, куда нужно наносить консилер, чтобы подчеркнуть овал своего лица, сделать его визуально, может быть, худее, более ровным, идеальным, а не нарисовать какие-то оранжевые лепешечки себе вместо скул. Я назвала это правило правилом двух троек. Нужно нарисовать две тройки на своем лице, и тогда контуринг получится именно таким, каким он должен получиться. Почему, собственно, тройки и зачем вообще пользоваться этим методом? Просто я поняла, что многие девушки делают это не исходя из логики. То есть мы темным скрываем, какие места хотим скрыть, а светлым как бы подаем эти места вперед. Так вот, можно чисто логически пользоваться этим инструментом, но многие не понимают вот этой вот зависимости, этой фишечки, и просто рисуют, и где-то забывают, где надо было рисовать. И иногда на скулы могут нанести консилер. То есть как бы вообще смысл этого действия, да? Конечно, если понимать логику контуринга, то абсолютно с любой формой лица можно сделать хоть что. Но кому-то будет проще запомнить правила двух троек. Второй лайфхак будет полезен тем, кто пользуется тенями, особенно на ежедневной основе. Это очень раздражает, когда они скатываются в складки века, и даже дорогие тени девочки могут скатываться в складки века. Существует это зависит даже не от качества теней, а от влажности века и вашей какой-то индивидуальной влажности века. То есть у кого-то действительно веки потеют сильнее. Но можно воспользоваться матирующей салфеткой. Мы обычно пользуемся матирующими салфетками на все лицо, когда у нас лицо блестит, и мы хотим подправить мейк. Так вот, именно для этого можно использовать матирующие салфетки, только промакивать ими именно само века, как бы обезжиривая поверхность. И тогда тени продержатся намного дольше. Если у вас после нанесения пудры есть ощущение стянутости лица, такое ощущение, будто какое-то лицо стало сухое, но без пудры вы не можете обходиться, лицо ваше блестит, и пудра необходима. Я всегда сбрызгиваю лицо термальной водой, и она, во-первых, действительно увлажняет, во-вторых, моментально пропадает вот это чувство стянутости и ощущение, будто на тебе какая-то маска. Но вообще совет лично от меня, не наносите пудру там, где это не нужно. Зачастую просто девушки берут пудру и наносят ее на все лицо, потому что, ну типа, логично, мы нанесли тональник на все лицо, и пудрой нужно зафиксировать тоже все лицо. Я так делала в школе, и это, на самом деле, большая ошибка, просто потому, что зачем наносить пудру туда, где она не должна работать. Чаще всего пудра нужна именно в Т-зоне, это зона лба, подбородка, носа, щек. У кого очень жирная кожа и лицо прямо все... прямо... что за акцент? У кого жирная кожа и лицо прямо все блестит, абсолютно, то можете использовать на все лицо, но зачастую хватает Т-зоны. Следующим лайфхаком я пользуюсь сама каждый день, когда не рисую стрелки, как сегодня, а я стрелки действительно рисую достаточно редко, но подчеркнуть водную линию глаза хочется, а времени тратить на это не хочется. Так вот, я просто-напросто, когда использую тушь, максимально прикладываю и, как бы, закручиваю щеточку. И если вы прикладываете тушь именно к основанию ресниц, немножечко, так знаете, еще на секунду задерживаясь на них, то образуется такая, как будто бы, подводочка. Натуральная достаточно. И, кажется, и ресниц стало побольше. И появилась такая обводочка. И времени вы на это абсолютно нисколько не затратите. Следующий лайфхак будет касаться наших ноготков. И я думаю, вы не раз слышали, что нужно увлажнять нашу кутикулу. Мы это делаем зачастую только у мастеров на маникюре. Типа в конце они нам маслечком смазывают. Мы такие, класс, позаботились о кутикуле. Но на самом деле она действительно сохнет. И я думаю, вы не раз видели и слышали такие средства, которые подходят специально для кутикулы. Это такие маленькие баночки. Но на самом деле это такой маркетинговый ход. Немножечко я вам открою секрет. Потому что обычным бальзамом для губ можно увлажнить свою кутикулу. Да более того, можно даже обычным жирным кремом увлажнять. Но вот именно эта консистенция бальзама для губ очень такая увлажняющая, очень питательная. Подходит для вот этих самых сухих частей. И можно использовать именно так средства два в одном, экономя себе денежки. Следующий лайфхак будет связан с нанесением тонального крема. Сколько уже мифов и сколько лайфхаков, сколько видео об этом не снято. До сих пор нет какого-то идеального рецепта, как все-таки наносить тональник. Каждая девушка находит свой способ. Споншета или кисточка. С кремом, с маслом растушевывать, чем закреплять. Ну, в общем, это настолько отдельная тема. Но этот лайфхак будет действительно актуален. Потому что не раз мне задавали вопросы, почему кисточка подчеркивает вот этот пушок у нас на лице. У нас у всех, если что, открою секрет, есть пушок на лице. У кого-то виднее, у кого-то он белее. И будто бы подчеркивает поры, а не скрывает их. Скорее всего, вы наносите тональник немножечко неправильно. Если вы наносите его кисточкой, то нужно наносить его как бы сверху вниз и переходя от центра к периферии. Не снизу вверх ни в коем случае. И не вот такими вот малярными движениями кисточкой по лицу. А именно снизу вверх. Так мы закрываем наши поры как раз-таки. Скрываем этот пушок, потому что он растет вниз. Вот так вот. Я так показываю, как будто у нас реально волосы какие-то прям на лице. Но это незаметный пушок. Когда вы используете спонж для макияжа а-ля бьюти-блендер, такое происходит намного реже. Потому что спонжком мы все равно двигаемся более такими вбивающими движениями. И получается ничего мы там себе снизу вверх не поднимаем. А вот кисточкой можно хорошо себя так и сполосовать и оставить эти следы. Ну что, красотки, видео подошло к концу. И мы переходим к конкурсу. Сегодня я разыграю целых три средства. Шампунь с очень классным составом. Шампунь, да, шампунь я еще не разыгрывала никогда. Он такой полноразмерный, большой, действительно классный. Во-вторых, это тушь от DIVAGE 906090. А также жидкий хайлайтер от Vivienne Sabo. И чтобы получить этот комплектик, нужно подписаться на мой канал, подписаться на мой инстаграм. И напиши в комментариях под этим видео, какой лайфхак из сегодняшнего видео был для тебя сегодня открытием. И если таковых не было, вдруг, это очень печально, конечно, то напиши какой-нибудь свой лайфхак, который ты, может быть, узнала недавно, упрощая тебе жизнь, ты им пользуешься. Также не забудь оставить свой ник инстаграма. И, в принципе, все. Через два дня в моем инстаграме в сториз будут результаты. Ну, а я буду заканчивать видео, красотка, и спасибо за просмотр. Я вас очень сильно люблю, и улыбайтесь чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok